Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Помнишь, я в Китае, значит, когда послом работал, я всегда прислушивался к китайской народной мудрости, потому что ничто так не выражает многовековую и даже тысячелетнюю, как у них мудрость, как всякие притчи, поговорки, пословицы. Да, они мудрые. Да, и они очень мудрые, они в веках остаются. Две тысячи лет назад они сказали, что на ветви Конфуции сказал, что на ветви власти два соловья не поют, и две тысячи лет никто не опровергает. Да, и никто ничего против этого не смог. Не смог сделать. Так вот, значит, у одного, значит, китайца, значит, был непослушный сын. Ну и соседи на него с таким даже укором, ты почему мер не принимаешь, почему ты, так сказать, не строгий, не следуешь традиции наказывать. Он говорит, а зачем мне его наказывать? За меня отомстит мой внук. Поэтому за наших, как говорится, внуков. Это связь через поколение, это самое прочное. И когда многие говорят, да вот эти молодежь у нас такая-сякая, она там оторвалась от корней, от традиций. Это не так. Не верьте, потому что от бабушек и от дедушек это все движется. Итак, значит, ты упомянул тоже Конфуция, помнишь, на одной веточке как бы два соловья не усидятся. На веточке власти. Нет, ну тут намек, что это как две птички на веточке, имея в виду, ну кто-то, кто задает тон. И если кто-то думает, что вот эта мировая мудрость или мудрость какого-то другого народа, особенно древнего народа, не имеет отношения к нам, он глубоко заблуждается. Эти истины, универсальные и общемировые. И вот эта проблема власти, она у нас сейчас, мы видим, как никогда в Молдове обострилась. Что произошло на самом деле? Ну понятно, что ребята, которые командуют из тени, посмотрели на этот страшный протестный уровень, ну и решили народу бросить кость. Ну какую кость? Ну пусть обглоданную. А не хотите ли вы избирать президента? Да, это же как звучит народ этот. Но что они сделали? Если знаменитый тихий переворот, когда убрали Лучинского, ты хорошо помнишь всю эту историю, значит они прикидывали парламентские ребята так. Так, сделаем парламентскую республику, президент будет фигурой чисто декоративной, ну и все будет ладушки. И мы будем деребанить, делить, что хотим, то и творим. В результате они получили Владимира Николаевича Воронина, который имея большинство в той же парламентской республике, которую они лелеяли и за которую так страстно голосовали и уговорили его на это дело, получили де-факто ничто иное. Это при парламентской республике, они все в шоке были, получили фактически человека с буквально диктаторскими полномочиями. Слава Богу, что это пошло на пользу стране. Потому что как-то сразу и бандитов куда-то задвинули, и коррупцию поприжали, и бюджет стал пополняться, и много чего хорошего было. Мы начали выходить из страшных 90-х. Понимаете, вот люди вдруг после страшных 90-х поверили, что еще можно что-то сделать. И в этом, конечно, словно заслуга Владимира Николаевича Воронина. Но самое интересное, мы вот сейчас ведем, значит, что получилось? Раз парламент избирается народом, а президент избирается парламентом, следовательно, мощь легитимная у парламента выше, чем у президента, который избирается не напрямую народом, а парламентом, который избирается народом. Все понятно. Ну и дальше все пошло так. Ну, Воронин им большой сюрприз произнес. Ну, а когда пришел господин Тимофтий, ну... Все вернулось на круги слоя. Да, парламентская республика показала, что это такое. Президент стал, ну, я не о президенте говорю, я говорю о институте президента. Ну, стал посмешившим. Ну, непонятно, что и там утенком немым, и по-всякому обзывали. Но когда вот этот бунт поднялся, надо было кинуть кость. Эти хитрые ребята, как говорят, Басецку, которого, кстати, лишили недавно гражданства, он первый запустился в Макуму, боец-дештепц, то есть хитроумные парни. Ну, кинули-кинули, но хитроумные парни, как всегда, мозги у них, как это сказать, вот это очень характерно для людей, которые мыслят, так вот, надо решить сейчас задачу, а там видно будет. А там что получилось? Ребята, стоп. Если вы с помощью этого нашего великого конституционного непредсказуемого суда, значит, так решили, что президента надо избирать народом, что вы сделали? Институт президента, институт парламента стали равнолегитимными, равнолегитимными. И когда мы услышали, они по инерции, давай на него, как на Тимовте, на Игоря Дадона бочки катить. Да что он, да кто он, да он ничего там не может, да он туда, вон сюда. Ну, личность-то оказалась класса Владимира Николаевича, у Игоря Николаевича, то есть мужик волевого. Владимир Николаевич никогда не скрывал, что он был его хорошим учеником, при том, что при всей сложности отношения Воронина к нему. Ну, не говоря, не только он ученик, да очень многие из нас из гнезда Воронинского вылетели. И если так пошло, я могу сказать, и Март Качук, и Игорь Дадон, и тот же Влад Плохотнюк, и тот же Лупу. Да их там, я даже могу сказать и нас, потому что послом в Китай меня Владимир Николаевич послал, и я, хочешь не хочешь, стал государственником. Поэтому я что хочу сказать, что у нас сейчас получилось, что, чтобы не попытались говорить, допустим, премьер, или спикер, или еще кто-либо, они получаются, их институты, институт спикера, институт премьера, они избираемы парламентом, так? Я не говорю про тех, кто реально в парламенте аранжирует дела, но не народом, а президент избран народом. И, кстати, полномочий у него достаточно. И получается, что теперь это не ему надо доказывать свои права на то, чтобы укреплять суверенитет страны, государственность страны и многое другое. Это его стало святой обязанностью. Права можно качать и качать долго, но когда это обязанность по Конституции и по всему, это другое дело. Извини за такое длинное предисловие. Нет, нормально, очень разумно, я сам с удовольствием послушал. Я последнее, что хотел сказать, что я изучал вот эти вопросы права, государства, государственности, суверенитета. И пришел к выводу, что человек, который впервые произнес слово «суверенитет», это было почти 500 лет тому назад, это был знаменитый Жан Боден, юрист эпохи абсолютизма. И что он говорит? Два фундаментальных условия, без которых нельзя говорить ни о государственности, ни о государстве, ни о чем другом. Это первое – суверенитет. И второе – публичная собственность. Это в эпоху абсолютизма было сказано. Намек был такой, что когда у государства есть суверенитет, и когда есть публичная собственность, тогда есть на что содержать чиновников. И на другое чиновники зариться не должны. А у нас что говорят? А чем нам тут публичная собственность? А все там раздадим, а там будет видно и так далее. Как ты сказал, Конфуция за 2000 с чем-то лет, и никто не смог опровергнуть, за эти 500 лет точно так никто не мог опровергнуть Жанна Бодена. И вот теперь, Валерий, я очень прошу тебя в такой, в этот солнечный и прекрасный день сказать, как проектируется вот эта ситуация, что у нас республика, поплутав в дебрях парламентаризма, скомпрометирована этими нашими еврооптимистами, она стала возвращаться в лоно президентской парламентской республики. Какие плюсы, минусы ты видишь? Президента обвиняют часто, вот он сильно на восток куда-то, якобы против запада. Как ты видишь восстановление вот этого статуса президента? Какие возможности перед страной это отрывает? Я начну с того, что я не считаю президента Игоря Дадона пророссийским президентом. Я считаю его промолдавским президентом, потому что он говорит те вещи, которые в интересах нашего государства. В отношении публичной собственности, вот есть я как теоретик и не считаю себя ученым, но в принципе как репортер я наблюдаю жизнь и делаю какие-то выводы, и что-то подмечаем в этой жизни, и там есть такая вещь, как непреложный факт. Вот от него не уйдешь, есть факт. Меня всегда волновало, почему молдаване, которые, наш народ, да, которым мы с тобой тоже себя причисляем, да, неважно кто мы, болгары, гагаузы, мы выезжаем за пределы Молуи, и мне там говорят молдаван, наш молдаванин приехал, да, в Москве. Меня всегда удивляла одна вещь, почему мы строим красивые дома, хорошо обхаживаем свои участки, и вот сейчас вот когда мы получили право на то, чтобы иметь свое государство и обустроить свой дом. И вернули свою государственную многовековую. Почему мы к этому так отнеслись плохо? Вот буквально в этом году, по-моему, мы должны отмечать, будет исполниться 100 лет Ивану Ивановичу Бою. А я вот однажды в социальных сетях написал, хватит совести у наших руководителей, да, нынешних, просто поставить этому человеку памятную доску, на доме, где он жил. Все-таки за 18 лет его правления в Молдове много было чего построено, чего сейчас разрушено и пришло в упадок. Какая инфраструктура была создана? Вот эта инфраструктура, эти дороги, которые мы за 25 лет, так сказать, с помощью партнеров по развитию не можем восстановить. Институты, университеты, академии. Мы проезжаем каждый день, еду домой, проезжаем мимо цирка, что с ним случилось, да, вот. И многих-многих-многих институтов, да, о многом-многом говорите. Почему так происходит? Почему действительно нас ничего не интересует дальше своего забора? Каждого. Вот есть забор, за этим забором у меня там все хорошо. Я там сделал евроремонт вроде бы, да, вроде бы все есть, и беседка, и гратар для шашлыка, и вино, все обустроено. А вот выйдешь оттуда, да, и вот человек выезжает на своем паршек. Улица раздолбанная, грязь, мозг. Да, и все вот люди приезжают и говорят, слушайте, а что у вас происходит? Действительно, у вас же страна мастеров, да, вот в Москве они обустроили, обустроили всю Москву, пол Европы обустроили, да, вот там строят, что-то делают и так далее. А почему же у вас так дома? Таджиков нету. Да, 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 таджиков нету, да. Ну, а мы могли бы сами себе обустроить, потому что у нас нет государства, как такового, да. Можно что угодно говорить, но Воронин, я считаю, что, в принципе, и Дадон не скрывает, что он его один из, он для него был учителем, да. Учитель, да. Да, да, но Воронин был, наверное, одним из последних государственников, настоящий государственник, который мыслил не только своим карманом, не только своими интересами, хотя и не без этого, да, но, тем не менее, он видел эту государство. И вот, когда сегодня Дадон говорит, что мы должны строить свое государство, я слышу какой-то непонятный вой со всех сторон. А зачем нам это государство? Да это просто ерунда. Да лучше знают европейцы, что нам делать. У них в принципе и ценности. Когда спрашивают, ребята, какие в принципе и ценности? О чем вы? Ну, какие в принципе и ценности? Вот у них там, они нас учат бороза с коррупцией. У них меньше коррупции. Да мы дети против них. Да, не будем вздыхать. Во второй части нашей беседы мы поговорим о том, что за бугром делается. Да, не будем по этому поводу вздыхать. У них там, понимаете, выборы, вот они вот от азиатских, так сказать, евразийских традиций, геоприятий. Тираны. Тираны, там, Лукашенко, Назарбаев. На какой срок идет Меркель? На четвертый? А что в Штатах происходит? Семья Бушей передает в семье Клинтонов. Клинтонов. Да, семья Кеннеди, нам известно, как она прошла. Да и семья Трампа там все, он вышел с таким выводком. Еще такая семейственность, извините меня, и тот же многострадальный олигархизм, от которого мы уже сегодня страдаем, с которым мы столкнулись, с которым у нас борются. Но давайте скажем честно. Вот сегодня у нас есть партии, которые можно называть, как вот в эпоху постсалитизма, который ты упоминал, партия и государство, это я. Мы сегодня знаем, что в стране, в принципе, реальными рычагами власти обладает один человек. Вот сейчас на днях были страшные сообщения о том, что якобы там готовилось к покушению и так далее. И многие начали говорить тоже, а действительно, вдруг вот не станет его, и вот он уйдет. Я не хочу его смерти, так сказать, как христианин никакого человека, но вдруг человека не станет. А что завтра будет? А завтра будет другая партия. А эта партия кто? Уход Воронина из партии коммунистов. Кто такой Воронин партии коммунистов? Кто такой Додон в партии социалистов? Кто такой плохотнюк в партии демократов, да? У нас, к сожалению, это все строится заточено под одного человека. И мы опять пошли к той же системе, от которой бежали, да? Мы, я недавно на одной телепередаче, буквально такой недавно, год назад, когда-то была история, когда плохотнюк хотел стать премьер-министром, я там чуть ли не устроил шок, когда я сказал, слушайте, а что вы ему не дали? На самом деле? А что вы ему не дали? На меня там накинулись, как можно, он же такой. А ты помнишь, когда... Ребята, подождите, подождите. Сейчас секунду, Валерий. А помнишь, когда вот мы с тобой поднимали, еще, я не помню, где-то год с чем-то поднимали вопрос, что стране нужна твердая рука? Да. И прикидывали, и на нас, как на идиотов смотрели. Понимаешь, я сказал, ну я кого вижу? Или Дадон, или плохотнюк, или ИИ. Под других не вижу. А ситуация, понимаешь... Понимаешь, свистели... Нет, такая же ситуация была в том периоде, о котором ты сегодня рассказывал. Ты же помнишь великолепно, когда готовили под Лучинского, убрать Лучинского, да, сделать парламентскую республику, все переподчинить и так далее, и так далее. Тогда тоже Воронин очень хотел стать премьером. Его не пустили. И когда я сказал, да, что, ребята, извините меня, когда-то, 10 лет назад, или 15 лет назад, вы не дали стать премьером Воронину. Через несколько месяцев он получил конституционное большинство и царствовал 10 лет, полностью сконцентрировав все рычаги власти в своих руках. Сейчас не дали плохотнюку. Сейчас вы не дали плохотнюку. Может, вы, если ему дали бы, так это было выгодно. И для тех, кто считает... Я не говорю, что я не возьму на себя смелость судить, как бы плохотнюк справился с этой... Может быть, плохо. Но ответственность была бы на нем. Понимаете? Не истинит, а вышел. А он бы за все ответил. И это было выгодно и его противникам, и его сторонникам. Если бы он не справился бы, противники сказали, вот мы ему говорили, да, он не справился, все. Пусть уходит и навсегда. Так же мог уйти и Воронин тогда. Но не мой роденок оказался... Если Воронин бы достал премьером, я думаю, он бы не получил, выдав полгода в той кризисной ситуации и в коалиционном правлении, которое мы имеем, да, он бы вряд ли бы получил 70 мандатов на парламентских выборах. Та же самая история случилась с плохотнюком. Он ушел в тень. И сегодня, вот сегодня мы видим опять новый, новый, новый театр. Но, к сожалению, ты знаешь... Театр парламентаризма. Да, наш политический театр, он несколько... Хотя он неплохого класса, но он несколько отличается. И как бы, ну, как бы можно сравнить, допустим, тот же театр имени Именевскую и постановки, или театра, допустим, там, Современника и так далее. Класс немножко там повыше. И там и цены повыше, и другие. В мире играется один политический спектакль, у нас играется другой политический спектакль. Режиссеры, декорации покручивают, возможности, деньги, режиссеры, пиар, каналов, лучше и лучше, более классные исполнители. И актрисы покрасившие. Верия, да, актрисы покрасившие. Но, тем не менее, суть одна. Весь мир играет большой политический пиар. Это факт. Это факт. Мы сегодня это видим и в международных делах. Мы сегодня это видим и в Молдове. Мы все прекрасно знаем, что одномандатная система, которая одни нам представляет, как, так сказать, спасение от всех бед. И вер демократии. И вер демократии. А другие представляют, как полную катастрофу. И концентрация нужна только для одного. Она нужна для того, чтобы спасти нынешнюю власть тех людей, кто сегодня управляет. Спасти их от неминуемого поражения на парламентских выборах. Но, я думаю, что мы все прекрасно знаем, что финал у спектакля будет один. Будет компромисс какой-то. Скорее всего, будет принята со скрипом, но смешанная система. Похоже, что так. И при ней самое интересное, что сохранится и тот расклад власти. На сегодня мы имеем на левом фланге партию социалистов, имеем президента, как, так сказать, выходца из этой партии и бывшего руководителя этой партии. Мы с вами имеем в центре демократическую партию, которая, как бы, ну, рейтинг ее, к сожалению, невысок по той простой причине. Но организационные возможности ее огромные. Огранизационные, административные ресурсы, невысокие. Но, к сожалению, доверие населения к ней, так сказать, подорвано. И мы сегодня имеем на правом фланге, так сказать, тех людей, которые проиграли президентские выборы, очень голодных, очень жадных, отодвинутых, так сказать, от рычагов и возможностей, которые дает власть, и которые желают прийти и утверждают, что если не придут, все будет по-другому. Мы с тобой давно живем и знаем великолепно. Кто бы ни пришел, будет... Под флагом Мэшки и Санду, да? Ну, или Санду. Не-не, они кучкуются там. Расклад в будущем парламенте будет примерно такой. Будут эти, будут демократы и будут те, да? Правые, левые и так далее, и так далее. И опять мы увидим коалиционное правление. Оно неминуемо. Никуда не денемся. Никуда не денемся. И мы увидим опять продолжение всей этой истории. Поэтому к этому надо быть готовыми, к этому надо относиться спокойно. Пока, к сожалению, у нас нет, так сказать, действенного института гражданского... Ты очень хорошо. Оговорка по Фрейду. Ты сказал, нет действенного. Действенного института по наблюдению за властью гражданского общества. У нас нет такого. Настоящего гражданского. Не этого гражданского общества, которое сидит на грантах. За деньги Конгресса США. Да, выразителем... По пять человечек на каждое гражданство. И единой, или другого государства, или третьего государства. Тем не менее, мы играем в системе координатных, координат этих государств. И не исключено, что в мире на сегодня происходят такие события, что не исключено, что эти государства могут вскоре задуматься о том, как решить эти проблемы. Очень многие проблемы, которые накипело. Я не имею в виду только Сирию, Украину, но и нас. И вот встанет вопрос. А что делать с Приднестровьем? Опа. Вот серьезно. А дать его украинцам? Они скажут, нет, нет, Боже упаси, нам это не надо. Нас своего хватает. Да, да, да. Нас своего хватает. Сделать его независимым государством тоже не получается. Но кто его будет содержать? Оно опять содержит. То есть, есть один выход, когда нам скажут, знаете что, вот надо его слепить. С Приднестровь, с Молдовой. И сегодня уже такие наработки, они уже слышны. Что произойдет здесь? Здесь это вызывает, как у американцев была такая операция, шок и трепет. Ну да, такие отлаженные схемы, такие отлаженные комбинации, они рушатся. И можете себе представить, что в то время, если это произойдет, как очень хорошее такое слово на молдавском, Марь или Путерь, да? Им нужен будет здесь человек. Марь или Путерь великие силы. Здесь человек, неважно кто он, олигарх, не олигарх, президент, с кем можно договариваться? И кто контролирует ситуацию? Если ты помнишь, блестящая такая, есть книга «17 в день весны» Юрина Семенова, когда... И сериал великолепный. Когда великий Ален Далес вел сепаратные переговоры с Германией, да, за спиной Сталина. Пытался договориться с немцами об окончании войны, о перестроении Европы, он думал о будущем, да? Ему задали вопрос, а чего вы ведете переговоры с Гестапо, с Гиммлером? Да неважно. Они мерзавцы, говорят, но они контролируют ситуацию. А помнишь знаменитая... Что толку вести переговоры с болтунами, да? А помнишь, он сукин сын, ну это наш сукин сын. Нет, я не думаю, что они были их сукин сын, но они контролировали ситуацию в Германии. И они на тот момент могли разоружить войска, могли сделать что угодно, да? То же самое и здесь. Но сказать, что они не были сукинами, с нами, гестерцами. Не, не дай бог, зато и закончили в Нюрнберге. Но тем не менее, у них был тогда шанс, так сказать, выйти из этой ситуации. И они за нее схватились. Они понимали, что Гитлер мертв. Сепаратный мир, это было их спасение. Да, это было спасение. Кстати, ты помнишь, когда встретились на Эльбе, куда все бежали? Нацисты все на Запад бежали. Ну да, потому что они понимали, что они там будут скоро нужны, что будет снова новый раздел и так далее. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, конечно, пока власть нынешняя в Молдавии нужна для, может быть, возможных каких-то разговоров, я не жду здесь каких-то резких перемен, что что-то изменится. Пока, я думаю, что такая ситуация будет сохраняться. Но тот вопрос, о котором ты говоришь, неминуемо, что мы имеем сегодня избранного президента, который харизматичен, который пользуется поддержкой у него есть ясное видение. И у него есть ясное видение. И программное видение. И он говорит абсолютно правильные вещи. Понимаете? Правильное мышление. То есть он говорит, что если мы собрались строить государство, мы должны его строить. Мы должны иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Это аксиома. И в этом меня никто не переубедит. Это даже говорят те, кто работает на то, чтобы у нас были плохие отношения с Востоком и очень подчиненные отношения с Западом. Тем не менее, на публике они тоже говорят о том, что, знаете, вот нам нужен этот баланс. Нам нужен этот баланс. Не им нужен этот баланс. Им этот баланс не нужен внешним силам. А нам нужен, если мы хотим сохранить дом, землю, могилы предков, своих детей, родителей и так далее. Вот нам этот баланс категорически нужен. Потому что из этого баланса нам дальше не выжить. И все эти призывы о том, что мы сегодня можем... Ой, я уже устал от этого. Понимаете? Потому что люди одни выходят на площадь и говорят, мы хотим независимость. А через какой-то период мы уже не хотим независим, мы хотим... Унирия. Нет, мы хотим, чтобы наши проблемы решали европейцы. Нет, мы хотим, чтобы наши проблемы решали русские. А с чего вы решили, что они хотят решать ваши проблемы? У них что, своих нет проблем, что ли? Почему они должны... Они с помощью вас свои попробуют проблемы решать? Безусловно. Поэтому если мы хотим сохраниться государство, если мы хотим будущего благополучия, мы должны думать о себе сами. На 25-м году независимости уже пора задуматься о том, что мы должны сами определять свою судьбу и сами быть готовыми. Потому что если мы решим договориться с Приднестровьем, то никакая сила нас заставит этого не сделать. Другое дело, что мы не хотим, потому что уже созрели и выросли целые армии политологов, экспертов сегодня, к сожалению, трудно найти... Попробуйте найти строителя, хорошего пастуха и так далее. У нас все кинулись в политику, у нас десятки партий, у нас тысячи тучные стада экспертов. Все знают, как обустроить Молдову. Молдова почему-то за 25 лет не обустраивается. И обрати внимание, что вот среди этих экспертов как-то я почти не вижу государственников. Тебя это не удивляет? Удивляет. Удивляет. Ты знаешь, я вот симпатизировал Воронину, когда он пошел в власть, именно потому, что он проявлялся в государство. И я видел, какое было сопротивление этому. Понимаешь? Ну, давай вспомним, что там творилось на улицах у нас. И чуть что... С мегафонами бегали ребята. Было, было. Правда, потом упали с дерева с мегафонами. И видно, что-то у Юры произошло, потому что его сейчас не узнать. Нет, нет. Это работа ума. Он неординарный человек. Все люди меняются, думают. Юра Рожка неординарный человек. Он не сломался. Он не там ничего. Он работал над собой. И в результате работы и мне думается, что его небольшой опыт государственника, ведь он же курировал в том числе ИСИ, наших КГБшников. Они сначала все были в ужасе. Ой, придет это Трошка, он такой, сякой, румыноид и так далее. Он пришел. Они до сих пор, я их встречаю, говорят, Юрий Иванович это был самый лучший куратор, который был. И, видимо, перестав, как говорится, перейдя от романтизма на государственную работу, у Юры что-то случилось. Он понял, что государство это мы. И это чувствуется. Ты знаешь, я с Юрой учился. Я его зауважал. Я с Юрой учился в университете. Он же как и ты, журналистом начинал. Юра всегда был в университете вожаком. Я скажу тебе, что он всегда был таким неординарным человеком, который всегда вел за собой. Лидер, ты рожден. Да, да. И это было такое дело. Я не забуду, что в конце 80-х годов, когда началось у нас национальное движение и так далее, мы с Юрой тогда встречались, разговаривали. И Юра меня уговаривал тогда, значит, я работал уже в правительственном агентстве, и он говорил, вот ты знаешь, нас информационно блокирует. То есть нам не дают высказать. А ведь мы хотим, движение-то начиналось движение в поддержку перестройки, не входить в портрет Горбачева. Это потом подошло несколько человек и начали кричать, идем освобождать Давида, которого посадил Тимофть в тюрьму, в психушку. И пошли эти дела. А до этого же это было как глоток свежего воздуха против этого застоя, против того, что объявлено Горбачевым перестройка. Именно против застоя. Да, да. Она просто буксовала. И тогда Юра меня уговаривал, и я помню, что я столкнулся с очень многими такими взрослыми людьми в ЦК, которым я, и в агентстве, которым я пытался, и вот покойный Федоров Наш Ангели, который тогда был директором, я к нему ходил и говорил, что вот, ну почему мы о них не пишем, да, почему мы как бы их блокируем. Он говорил, ты вот не понимаешь, ты вот плохо знаешь, я действительно плохо знал нашу историю, да, вот как бы, и он говорит, это все в конце концов выльется в унионизм, в раздробление государства, в Росков, в Гражданскую войну и так далее. Я, честно скажу тебе, думал, что они перебирают, да, вот, и думал, что... Но потом, ты видишь, жизнь доказала, что произошло. А жизнь лучше доказала. В 90-м, в 90-м году доказала, и я как бы не разделял взгляды Юры. Вот тогда, когда он был на Родном фронте, мы были антагонистами. Ну, а сейчас, видишь, значит, Юра где-то шел, так сказать, впереди каких-то. Может быть, он шел впереди, когда понимал, Но ты согласен, что именно его переход на конкретную практическую работу как вице-премьера который курировал силовые как государственника и хозяйственника и отвечает, она что-то изменила. Да, ты знаешь, он потерял избирателей, которые побежали к ГИМПу, но эти избиратели сегодня уже и колотят ГИМПу, скажем так. И его, да, и обзывают. Да, да, да. Вот, ну, как бы это такой своеобразный электорант, который Юра бы не вытянул на те позиции, на которые вышел он же своим умом и пониманием ситуации. Юра просто понял одну простую вещь, что как бы то, о чем, кстати, говорили в 90-е годы мудрые старые люди, что, извините меня, объединение вот в таком, как вы его хотите сделать, это катастрофа. Это приведет, говорю, именно ни к чему, как к гражданской войне. И они были правы. Хотя, ты помнишь, были горячие головы, которым казалось, что все можно быстро сделать. Мост, это, например, знаешь, когда Маргарет Тетчер приехала к Горбачеву, а он ей рассказал о программе 500 Явлинского. И она начала смеяться, а он говорил, почему вы смеетесь, ведь такая интеллектная программа. Мы с ее читаем как песню, посмотри, как это самое. Она говорит, Михаил Сергеевич, не смешите меня. Страну с тысячелетней истории вы хотите и ментальностью, и с историей, вот этой подкоркой, вы хотите поменять за 500 дней, говорит, вы наивный человек. И это, впрочем, больше сыграло на то, что он тогда отказался и начал колебаться, метаться и так далее. А что, по большому счету, сегодня представляет собой Явлинский, да? Ну, человек, который всех получает. Ну, фантазиары, да. То же самое, как Гайдар. Я что хочу, вот хотелось бы сейчас, мы обещали, что у нас вторая часть, теперь будет, мы поговорили о Молдове, а теперь есть, мы сами это понимаем, насколько важно то, что творится в мире. Потому что считать, вот я слышал, и перед выборами, эстеты наши, интеллектуалы любили говорить, да при чем здесь геополитика? Да тут главное, вот что у нас. Нет, ребята, вот я как дипломат, а ты как репортер, а дипломаты, шпионные репортеры бывшими не бывают? Вот эта привычка анализировать все, как есть, говорит, и ты и за границей много бывал, и служил, и по работе. Ты прекрасно понимаешь, что когда маленькая страна погружена в огромный мир, турбулентный мир, где идет вот эта борьба, она должна понимать, где она находится, что ей грозит, и наоборот, какие возможности, и перспективы при этом открываются. И вот у меня создается впечатление, я вот смотрю на последние события в мире, и я все больше и больше убеждаюсь в такой страшной истине, что те, кто пытаются навести порядок с помощью хаоса, те, кто пытаются утвердить веру с помощью вероломства, те, которые пытаются добро с помощью зла, те, кто пытаются свободу с помощью насилия, истину, с помощью лжи, и многое другое, почувствовал вот этот ряд вот этот индукционный, как говорят в логике. Чего удивляться, когда это все бумерангом бьет им по головам. И вот в этом мире, когда мы видим дом монополярный, вот этот мироустройство рушится, дом на горе, сияющий на холме, превращается в кошмарный дом эшеров, потому что шарик крутой и так называемый управляемый, а на самом деле никогда не управляемый хаос возвращается, и мы видим в этом доме большие перемены. И вот мы видим одну из последних попыток вернуть себе господство. А ты никуда не денешь Китай, Россия, вон Индия, мир многополярный. И вот вот эта так называемая эпоха, когда рушится вот этот глобалистский мир, эпоха постглобали, когда другие центры нарождаются, она создает много турбулентностей, много опасностей. Мы видим сейчас напряженность, как растет в мире. Как ты как ты считаешь, что Молдова может в этом турбулентном мире, что может ее, я не говорю, спасти? Мы живучие, нас Молдаван недустро, я имею в виду Молдаван многонациональный наш народ, ни дустро, ни хлоркой, ни коммунизмом, ни капитализмом, ничем не прошибешь. Ни демократией, тем более ни свободой. Я говорю о том, какие реальные у нас есть возможности. Почему Запад? Ведь какая была беда России и Евразии? Она не была привлекательной. Все, весь класс был на Западе. И вдруг мы наблюдаем странную вещь. Китай становится привлекательным, Россия становится привлекательной. Евразийский проект, который в самой России высмеивали. Ты помнишь еще несколько лет назад. И он стал привлекательным. Что происходит в мире? Давайте поедем в Баку, в Белоруссию, в Россию и посмотрим, можно ли города сравнить с тем, что в нашем демократическом Кишине делается. Во всем случае, вы знаете, не в Москве, не в Баку, не в Минске. И даже до недавнего времени шикарные шикарные роскошные машины на плохих дорогах. нет, но вы не найдете людей в центре города, которые торгуют продуктами на залитой мочой и нечистотами тротуарах. С этим нельзя бороться. Я не говорю, допустим, мы бедная страна, у нас не хватает денег, чтобы отремонтировать дороги. Но навести порядок и чистоту, подметать дороги, много денег не надо. Убрать с них вот эту грязнь и мусор, и все раздолбанное все. Денег тоже не надо. Навести порядок в центре города, убрать там этих людей, которые торгуются. А ты знаешь, одну секунду, я боюсь, когда наши ребята начинают эти казнокрады наводить порядок. Вот пока не трогали те деревья, не трогали эту Штефана, не трогали другие. Как худо, бедно, ямы, рыбы. Там вообще дизастер. Там вообще черти что. Понимаешь, когда вот такой хозяин, так называемый, мы хозяева страны, черт бы вас побрал, берется наводить порядок, ты посмотри, какой ужас происходит. Валера, что это такое? Вернемся к нашему. Нет, так вот и вернемся. А они орут громче всех Если у нас сегодня, на Европе, если сегодня не наводится порядок, значит, сегодня мы, которые нам это не нравится, не можем управлять еще страной. То есть, мы не имеем прямых рычагов управления страной. Значит, страной у нас сегодня управляет один, два человека, неважно сколько, но это такое олигархическое управление. К чему пришли не только мы, весь мир пришел. Если мне кто-то скажет, что в Штатах управляют не олигархи, ну это я буду смеяться. Но Дарин Киртока это как раз продукт вот этой именно так называемой демократической республики. Да, кольцом управления. Да тут твердая рука нужна. Когда власть не может избавиться от либеральной партии, потому что она нужна сегодня даже принять В рамках парламентаризма. В рамках парламентаризма. Которая себя ищевает. нужно, все великолепно понимают, и я общаюсь с ребятами из демократической партии, и других партий, и спрашиваю, ребят, вам это недоразумение не надоело? Говорят, надоело, но ничего не можно сделать, потому что есть сегодня такой расклад. Придет время, и все, что-то переживаешь. Ну, несчастных, через полгода. Я говорю, ты понимаешь, в конце концов затянулось страшно, да, Кишинев в страшной ситуации. И так возвращаемся в мире. И возвращаемся, да. Почему в мире всегда будет это происходить? По той простой причине, что люди, к сожалению, мало влияют на власть, им сделали вот эту вот систему типа выборов, да, вот, но и еще люди ничему не хотят учиться, понимаешь, они не хотят читать книги, вот, которые ты пишешь и другие пишут и так далее. Потому что, если бы они читали книги, то, наверное, они бы удивились, когда того же Асада обвинили в химической атаке, хотя этому Асаду химическая атака была нужна как Зайца. Не спрашивается, ему зачем это? Зайцу стоп-сигнал? Это его кошмар. Но обвинила-то его страна, который... А его картинки показали. Но обвинила-то его страна, которая залила химическим оружием, дефолиантом Вьетнам еще недавно, 20 лет назад, да, люди рождаются с двумя-тремя ногами из-за этой ситуации. Помнишь, это когда убирали зеленку и поливали зеленое? И эти люди учат нас ковыряться в носу. Эти люди, которые ради того, чтобы показать Сталину, сейчас мы самые крутые, взяли, сбросили на два города две атомные бомбы и испытали их там красиво. И это ничем не означает. Сожгли 100 тысяч человек. И вот говорят люди, что ну да, мы же демократию, мы же проверяем принципы и ценности. А отличие этих людей только потому, что они печатают деньги, у них есть деньги. И все выстраиваются. Еще одно. Картинки, картинки, еще раз картинки. Вот. Но здесь... Две минуты осталось у нас, Валерий. Да, да. Я считаю, что... Что бы ты хотел сказать нашим другим соотечественникам в день своего рождения? Мы должны думать о собственной стране. Только мы и только мы. И больше никому. Во-первых. Во-вторых, когда-нибудь неминуемо, ничего под этой Луной не вечно, когда-нибудь дойдет и наша очередь. Не в этом году, так в следующем. Не через 5 лет, через 10 лет. И когда люди, большие люди, большие эти вот силы, да, будут о нас договариваться. Я хотел бы, чтобы к тому времени у нас было все договорено, да, и мы сказали им, что знаете, ребят, а мы тут вот подумали, и вот нас устраивает такой вариант. Вот. И мы хотели бы вот такой вариант. И они ничего не смогут сделать. Они скажут, хорошо, раз так, так, Что же мы не будем, да, извините меня. Но когда нет предъявы, как говорят, нет предъявы. О чем горит? За нас решают. На сегодня, на сегодня, вот, допустим, в раскладе этих мировых держав просматривается вариант сделать Молдову едины. Плохо, для нас это великолепно. Для нас это шанс для развития будущего государства, для того, чтобы здесь победили те политики, за что я уважаю президента, за то, что он говорит, что да, это мультинациональное государство, так оно сформировалось, так оно росло. Мультикультурное. Мультикультурное, да. И мы должны построить собственное государство, где будут все уважаемые, да. И мы не будем кричать человеку, что предки, не предки, на каком языке говоришь, или так далее, да. То есть, хочешь занимать руководящие должности, хочешь быть, делать карьеру, политическую, дорогую, учи дорогой язык. Если тебе нравится больше чинить телевизоры, я не спрашиваю, на каком языке ты их чинишь, да. Ты их хорошо чинишь, я тебя буду уважать за это, за то, что ты хорошо разбираешься в автомобилях, в телевизорах, там, или еще в какой-то технике. И мне не важно, на каком языке ты говоришь. Потому что так устроены многие государства. Мы почему-то не говорим, что вот много стран есть, и та же Голландия, и та же Бельгия, где разные люди живут, в Швейцарии, и как-то мирятся, понимаете, и не кричат, кто из них более коренной, кто из них больше прав, или имеет. Поэтому все нормально, если мы будем так думать, и будем строить будущее государство, мы что-то построим. Нет, не построим. Тогда нас будут делить другие. Поздравляем еще раз с днем рождения. Как говорят, ноги и лето. Ламут Сань. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот мы и побеседовали с нашим, я не побоюсь этого слова, замечательным соотечественником Валерием Демидецким. Человеком, который много повидал, многое видит, многое знает, с многими общается, имеет информацию из первых рук, и главное, имеет собственное мышление. Довольно развитое и довольно гибкое. Какие выводы можно сделать, на мой взгляд, из этой беседы? Вывод первый. Никто за нас не будет решать наших проблем. Пункт второй. В рожащемся монополярном мире появляются не только угрозы нашему существованию, но и огромные возможности. Для этого нам надо поменьше верить в картинки, особенно, которые идут по массовым международным медийным каналам, а нам надо больше думать о собственной судьбе. И надо прекрасно понимать, что этот мир возможностей показывает, что притягательность Запада продолжает падать, а наоборот, притягательность Востока возрастать. То есть, вот этот колоссальный дисбаланс между притяжениями начинает выравниваться. А это значит, что будущее наше в том мире, в котором мы привыкли жить. И поэтому те люди, те харизматические лидеры, которых нам так не хватает, те люди, у которых имеется проектное мышление, должны быть нами поддерживанными. Только таким способом, только опираясь на собственные цели и задачи, на собственное проектное мышление, и на нашу волю мы можем победить. И устроим жизнь не только для наших детей, но и для наших внуков, чтобы, не дай Бог, они не отомстили нашим сыновьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова